Многодетная мама Наталья Кургак про соцзащиту знает все и больше. У семьи все возможные привилегии. Округ помогает и за многодетность, и за малобюджетность. Мама дорожит поддержкой и рационально подходит к распределению семейного дохода, в том числе и к новой выплате. Если младшему ребенку, скажем, 3 года, который ходит только в детский сад и посещает один кружок, то, ну, учитывая опять же третий ребенок, 70% компенсация, понятно, что по моим подсчетам это до мая месяца, и я платить за детский сад со своего кармана не буду. То есть для меня это ощутимо. Если же брать, например, среднего ребенка, у которого потребности больше, где музыкальная школа, шахматная академия, скажем, танцы, английский язык и все остальное, тут понятно, что на один месяц хватит. Но деньги никогда лишними не были. Такую поддержку от региона в этом году получат более полумиллиона жителей округа. За ней уже обратилось более 60 тысяч человек. Плюс уже поступают заявления от впервые ставших мамами. С этого года выплата за перворожденного или усыновленного ребенка еще один формат господдержки. Необходимо отметить то, что это пособие назначается до полутора лет, но с перерегистрацией по истечению года. То есть ребеночку исполняется год, мы должны подать заявление и подтвердить свой среднедушевой доход, о том, что он ниже того установленного уровня, для того, чтобы продолжить эту выплату на остальные полгода. Сумма ежемесячной денежной выплаты составляет на сегодня 13 958 рублей ежемесячно. Год только начался, а граждане уже активно включились в новые правила работы системы соцподдержки, даже несмотря на долгие январские выходные. Все эти выплаты очень важны, поэтому, естественно, интерес к этим услугам и ажиотаж очень высокий. Но так как у нас идет информационное общество, и все-таки государственные услуги в приоритете стоят получение именно через портал госуслуг, поэтому все-таки основная цель, которая сейчас стоит перед МФЦ, зарегистрировать всех возможных пользователей, кто хочет получить данные услуги, на едином портале государственных услуг. Желающих очень много. Мы чувствуем увеличение количества пользователей портала госуслуг с начала года. Регистрацию на участие в этих программах можно пройти не только с помощью портала или в МФЦ. В каждом городе есть много мест, где вам с этим помогут. Например, Танты-Мансиски – это и ОКБ, и ипотечное агентство, УФМС, любая муниципальная администрация. Кроме того, с начала года ОКБ проиндексирует выплаты для 10 категорий граждан, нуждающихся в соцподдержке. Это политика ОКБ, адресные пособия, которые действительно направлены на повышение уровня дохода тех семей, которые по объективным причинам либо не работают, либо потеряли работу, либо имеют право на адресную социальную помощь в связи с низким доходом.